Крым 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 Когда-то Крым был за дворками Римской империи, а стал главными воротами Руси в христианство. Крым 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 В смысле православия, в смысле своей истории, культурно-политической, церковной, конечно, уникален тем, что это как бы многослойный пирог. Менялись царства, менялись народы, менялись культурные сообщества. И вот каждый период имеет свою специфику и свой неповторимый рисунок. Крым До сегодняшнего дня стоит в руинах славный город Херсонес с купелью, в которой крестили князя Владимира. Отсюда пошла святая Русь, давшая миру множество праведников и божьих угодников. Возвела столько церквей и святых обителей, сколько нигде больше и не увидишь. О одном Херсонесе можно говорить бесконечно долго. В конце концов, если мы помним, что Петр Первый прорубает окно в Европу, то мы должны также помнить, что князь Владимир прорубает окно в Византию, намного раньше Петра Первого. И вот эти южные потоки смысла, благодати, духовного, церковного, культурного творчества начинают проникать в Киевскую Русь, проникать в Московскую Русь, наполнять нам смыслом, светом и божественной благодатью. Вообще историки считают, что на территории Херсонеса было до 400 церквей. И напомню, что в самые лучшие времена Херсонес населяло не более 18 тысяч человек. То есть можно разделить 18 тысяч на 400, и будет понятно, насколько Херсонес был христианским, был боголюбивым. Перерождение Херсонеса, его христианское преображение, началось тогда, когда две тысячи лет назад на эту землю впервые ступила нога Андрея Первозванного, ученика Христа. Он первый, кто принес сюда слово своего учителя. Достоверные свидетели тому – остатки многочисленных древних христианских храмов в Херсонесе, Инкермане, Керчи, Феодосии. Крещение князя Владимира именно в Корсуне имеет глубоко символическое значение. Даже если бы не было достоверного свидетельства летописи, можно было бы твердо говорить о том, что оно могло произойти только здесь и больше нигде. Херсонес, Корсунь – пограничие между Византией и Русью. Город, переживший, впитавший в себя и сохранивший древнюю античную цивилизацию в формах византийской культуры. И крещение князя Владимира именно здесь, в Херсонесе, символизирует передачу, переход этой культуры, этой цивилизации на Русь. Крестился святой апостольный князь Владимир 27 апреля 98 года, Великую Субботу, а до этого было девятимесячное стояние под стенами Херсонеса, где Господь посетил его очень тяжелой болезнью, которая привела молодого князя, а князю было всего 25 лет, привела к полной слепоте. Князь Владимир стоял на пороге глобальных перемен. Он, правитель сильного государства, вынужден искать новые пути развития страны, принципиально иное мировоззрение. О чем думал Владимир, когда принимал решение изменить веру целого народа? Какие мысли были в его голове, когда он стоял на перекрестке истории? Перед князем Владимиром и его окружением действительно был выбор. Принятие любой другой религии могло направить историческое развитие страны по совершенно иному руслу. Теперь, оглядываясь назад, можно смело сказать о том, что выбор, сделанный князем Владимиром, был судьбоносным. Благодаря ему народы, вышедшие из крещальной купели князя Владимира, смогли сохранить свою самобытность и свою культуру. Итак, Владимир сделал выбор. Русь будет христианской. Как истинный правитель, он первым идет на крещение. Но креститься он хочет только в Корсуне. Ради этого готов 9 месяцев осаждать город. По преданию, за эти месяцы осады он почти полностью потерял зрение. И вот слепой князь, немощный князь, входит в Херсонес, и принимая в купели херсонесской крещение, Господь возвращает ему, или дарует ему, не только зрение телесное возвращает, но дарует ему духовное зрение. Потому что князь Владимир, крестившийся в Херсонесе и вернувшийся в Киев, это были совершенно разные люди. Князь, который пришел в Херсонес, и князь, который прибыл в Киев через год. Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению. Где же конкретно крестился Владимир? Поэтому в музейно-историческом комплексе Херсонес-Таврический есть два особо почитаемых места. По одной версии, Владимир крестился в так называемом Баптистерии, большом древнем кафедральном соборе Херсонеса. Был открыт такой большой комплекс епископский, как мы теперь уже знаем, который включал кафедральный храм, самую большую базилику из известных в Крыму, так называемую Варловскую базилику, и при ней крещание Баптистерии. И вот такая фигура, человек, который должен вот-вот стать родственником великих императоров. И, конечно, его должны где крестить? Я думаю, все-таки в кафедральном храме. Те, кто поддерживают другую версию, ориентируются на Нестора летописца и повесть временных лет, где говорится, что Владимира крестили посреди града, где собираются корсунцы на Торг, то есть на главной площади города. К 900-летию крещения Руси на том самом месте был заложен храм. По высочайшему повелению императора Александра II в 1858 году было принято решение о строительстве соборного храма в честь 900-летия крещения Руси в честь святагородного апостола великого князя Владимира. Были предварительно произведены раскопки. Был открыт тот храм, который сейчас находится в основании Свято-Владимирского собора, храм Рождества Престой Богородицы, стены которого сохранились и которые сохраняются в нижнем храме Рождества Престой Богородицы. Знаменитый Владимирский собор возведен в духе старинной византийской архитектуры. Он объединяет в себе два храма – нижний Рождества Богородицы и верхний в честь равноапостольного князя Владимира. Архитектором храма выступил академик Давид Гримм. Он сохранил в нижнем храме древние стены, в которых, по преданию, находилась та самая купель, откуда пошла Русь Христианская. Если вы войдете в нижний храм, храм Рождества Престой Богородицы, вы увидите стены и увидите древние камни. Камни, которым касались руки десницы святагородного апостола князя Владимира. Камни, которым касались десницы святагородного апостола, учителя славянского Кирилла. Камни, которых касались руки многих наших подвижников веры и благочестия, наших новомучеников и восповедников российских, императора Николая, сына его Алексея, которые многократно были здесь, в Херсонесе. В 1924 году, в богоборческую эпоху, Владимирский собор был передан музею. Великую Отечественную войну почти полностью разрушен. В 1942 году на куполе храма находился наводчик, и первый же снаряд разрушил свод храма. Потом немцы устроили в Нижнем храме завод по производству мин. Когда Севастополь был освобожден, в 1944 году, 9 мая, было принято решение, чтобы не разминировать, взорвать вот этот завод, и вместе с этим заводом был взорванный собор, собственно говоря. Чудовищное разрушение, которое вы сможете увидеть на фотографиях, которые у нас экспозиция есть в галерее Свято-Владимирского собора, произошло уже в 1944 году. И в таком израненном виде собор ждал момента своей реставрации. Восстановили храм уже в начале 21 века. Сегодня сюда стекаются люди со всего мира. До 700 тысяч человек ежегодно приезжают, чтобы прикоснуться к тем святым местам, откуда пошла Русь православная. Языческая Римская империя Языческая Римская империя ссылала в Крым в окрестности Херсонеса римлян, которые отказывались поклоняться языческим богам. В конце первого века сюда был сослан Папа Римский Климент. Он был сослан на каторжные работы, трудился в каменоломнях, добывал известняк. Но главным его делом было обращение в христианство местных язычников. Сейчас на месте каменоломен в городе Инкерман стоит мужской монастырь, построенный в память о великом узнике. Без запечатан гробот без оконников Прожил и сестра... Сегодня, близ Севастопольской бухты, на вершине горного выступа видны остатки старинной крепости Каламита и пещерного города Инкермана. А у подножия горы приютился монастырь, возникший из пещерного храма. Это древняя церковь, и была она некогда истечена в скале самим святителем Климентом Римским. Пещерная церковь имеет два предела. Во имя апостола Андрея и святого Мартина Исповедника. И является фактически старейшим храмом не только в Крыму, но и на Руси. Мы с вами находимся на историческом месте, на первом храме нашего пространства славянского, нашей Святой Руси, потому как сюда с 93-го года, первого века был сослан Климент Римский, третий епископ Рима, ученик апостолов. Когда мы предложили два варианта, либо быть сосланным в Инкерман для тяжелых, а практически смертоносных работ, либо же воздать жертвы идольским богам, Климент Римский сказал фразу, которая должна быть у каждого хрестиного сердца, что Бога прославлять можно везде. Поэтому я с радостью еду на каторгу и там также буду прославлять Христа. Многие из учеников Климента последовали за ним сюда, предпочтя добровольное изгнание, разлуки с духовным отцом. Прибыв на место ссылки, Святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он начал усердно молиться, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день он крестил от 500 до 2000 человек. Это место уникально тем, что в этих пещерах Климент Римский собственноручно творит первый храм. Причем это то время, когда церковь развивалась, были катакомбные церкви, были горницы, были домашние церкви. Но полноценного храма, пещерного храма, действующего храма на тот период времени не было. Это, повторюсь, первый век нашего времени. Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Трояна. И он приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году. По молитвам верных учеников святителя Корнилия и Фивы и всего народа, море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме нетленное тело своего пастыря. После этого, ежегодно, в день мученической кончины святителя Климента море отступало, и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Частица мощей великого святого теперь хранится в храме. Ну вот, то место святое, которое мы с вами ощущаем, здесь, честно говоря, и со страхом притрагиваться к этим стенам, осознавая и понимая, сколько молитв, сколько трудов здесь понесли первые христиане. Конечно, здесь были и монашеские кели. И когда вы проходили, мы наверняка заметили наших братьев-монахов, их святые черепа здесь нашли упокоение. В 1850 году Инкерманский монастырь официально обрел название Свято-Климентовского. После землетрясения 1927 года храмы монастыря были сильно разрушены. Многие пришлось разобрать. Возрождение Свято-Климентовского монастыря началось в начале 90-х годов. И он снова восстал из небытия стараниями крымских монахов. А теперь мы переместимся в один из древнейших действующих монастырей Руси. Когда был основан пещерный Бахчисарайский Успенский монастырь, доподлинно неизвестно. По преданию, первыми здесь поселились греческие монахи. В VIII веке византийские императоры провозгласили государственной доктриной иконоборчества. Бежавшие от гонений монахи-иконопочитатели обосновались в пещерах этого живописного ущелья. Существует предание, что в ущелье Мариам-де-Ре жил змея, который уничтожал людей. Когда точно происходили события, неизвестно. Но в легенде есть фраза, отчасти указывающая на время. Было это во времена генуэзские. Известно, что генуэзцы появились в Крыму не ранее конца XIII века. Люди, жители этого ущелья, обратились с молитвой к Богоматери, чтобы она их избавила от этого зла. И вот однажды, придя в ущелье, они увидели в отвесных скалах горящий огонёк, высекли ступени, добрались до этого огонька и увидели, что в нише горит зажжённая свеча, стоит образ Богоматери, а за ней лежит, так сказать, убиенный мёртвый змей. И вот таким образом, по молитвам жителей этого места, ущелье Мариам-де-Ре, Богородица избавила их от этого зла. И одновременно произошло явление иконы, которое известно как Бахчисарайская или Мариупольская чудотворная. На месте явления иконы был построен монастырь. Судьба его удивительна. До XVIII века он являлся главным православным оплотом крымских христиан. В Успенский монастырь приходили молиться как простые татары, так и высокопоставленные ханы со времён самого Хаджигирея. Ну, ходили, конечно, они с такими житейскими просьбами. Например, там, чтобы урожай был хороший, чтобы какие-то, там, поход был удачный. Ну, слава Богу, не на Русь, наверное, а в какой-то междоусобице. И приносили богатые пожертвования, тоже известно, и елей масла, и вино. Ну, всё, что необходимо для службы, для богослужа, и денежные пожертвования. Когда по велению Екатерины Великой православных решено было выводить из Крыма, мусульмане не давали забрать икону бахчисарайской Божьей Матери. Они досматривали каждого выезжающего, но святой образ всё же был вывезен. Не менее удивительное и то, что монастырь находился рядом со ставкой крымского хана, и при этом активно работал и проповедовал Слово Христово. Монастырь находится в ущелье, и, знаете, в прямом смысле слова, он был заблокирован двумя такими очень жёсткими антихристианскими конфессиями. С одной стороны, начёшь вот Калия Караимы, а с другой стороны, мусульмане, крымское ханство. И, казалось бы, тут уж должно было всё быть так тихо-тихо. То есть монастырь должен быть самый скромный, самый такой невидный, даже, я бы сказала, забитый, робкий. Но не тут-то было. Именно этот монастырь становится оплотом, светочем православия, в общем, последним оплотом. Ещё один невероятный факт. Во время правления последнего крымского хана Шагин-Гирея в Успенском монастыре не было настоятеля. Малочисленные прихожане обратились к хану с просьбой найти православного настоятеля. И мусульманский правитель согласился отыскать христианского священника. Когда же он узнал, что на берег Крыма высадился греческий протоиерей Спиранди, он вызвал его к себе и приказал стать настоятелем монастыря. То, что сказал ему Шагин-Гирей, это тоже, знаете, просто удивительно. А сказал ему вот что, что он его заточит в тюрьму до тех пор, пока он не одумается и не станет всё-таки настоятель. Но нужно отдать должное, Спиранди был человек, конечно, духовный, и он в этом увидел промысел Божий и согласился, безусловно. И вот таким образом уже получила начало династия священников греческих Спиранди, которые служили в этом монастыре. В 1993 году Свято-Успенский пещерный монастырь был возвращён церкви и с этого момента началось его возрождение. На южной окраине Севастополя, на высоком обрывистом берегу, возвышается Георгиевский мужской монастырь. По преданию, в 891 году, недалеко от мыса Фиолент, терпели кораблекрушения греческие моряки, застигнутые бурей. Они обратились с горячей молитвой к святому великомучнику Георгию Победоносцу. И он явился им, стоя на высоком валуне, и чудесным светом указал им путь к берегу, а буря тотчас же утихла. Благодарные моряки в память об этом событии построили пещерную церковь во имя святого великомучника Георгия. И почти все они остались при храме и стали монахами. Мыс Фиолент в переводе с греческого означает «божья страна» или просто «божий». Так на богоугодном мысе был воздвигнут монастырь, чья судьба не была безоблачной. До конца XVIII века обитель подчинялась Константинопольскому патриарху, а после присоединения Екатерины и Великой Крыма к России поступил в ведение Святейшего Синода. Там находились священнослужители, капелланы, которые во время боевых походов всегда сопровождали команду. Ну и в дальнейшем его судьба была такова, как, собственно говоря, он разделил судьбу всех монастырей. То есть его после события 1917 года он был закрыт и возродился уже в 90-х годах XX века. После присоединения Крыма к Российской империи во времена Екатерины они определили новый виток развития христианства в Крыму. Конечно, интерес к древностям, к средневековым древностям, к христианским древностям в то время был колоссальный. И вот идея создания этого крымского афона здесь, на территории Крыма, она была очень популярна и она развивалась. И в то время появляются многие обители в Крыму. До сих пор точно неизвестен век основания монастыря. Некоторые ученые называют 14-й или 15-й века. Но есть версии, что возможен и 9-й век. В любом случае, этот удивительный монастырь, возвышающийся над морем, еще ждет своего исследователя. Мы проводили исследования в районе Георгиевского монастыря, можно сказать, прямо на склонах под ним. И вот наши разведки тоже дали вот такие, знаете, я бы сказала, замечательные результаты. Мы там все-таки нашли материал не только 14-го века, 14-го, 15-го, но и более ранее, 13-го, 12-го века. В свое время монастырь вдохновил таких легендарных людей, как Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Алексей Толстой, Иван Бунин, Антон Чехов. В 1891 году к празднованию тысячелетия монастыря на скале, где являлся святой Георгий, был воздвигнут крест с образом святого. В 1893 году деревянный храм над пещерной церковью Рождества Христова заменили каменным. Не обошли монастырь стороной и богоборческие времена. В 1929 год оказался для Георгиевской обители роковым. Монастырь ликвидировали и передали курортному тресту. Церковный утварь разграбили, храм святого Георгия разрушили и сбросили бульдозером со скалы. А на его месте устроили танцплощадку. Возрождение обители началось в начале 90-х. 6 мая 1993 года в монастыре была отслужена первая божественная литургия, которую провел владыка Лазарь. Наше время следует определять, как время собирания камней. Святая Православная Церковь Крыму неуклонно возрождается и восстанавливает свою спасительную миссию. Возрождаются храмы и монастыри. Их главная задача сегодня состоит в том, чтобы возродить в душах и сердцах крымчан духовность и нравственность. В Севастополе имеется единственный в своем роде храм, построенный в виде каменной пирамиды. Это храм святителя Николая, воздвигнутый на Братском кладбище в 1870 году. Историк отечественной архитектуры Николай Иванович Брунов так писал об этом храме. «Пирамида проникается огромной внутренней жизнью и колоссальной силой воздействия. При большом внешнем спокойствии достигается большое внутреннее напряжение». Строительство храма пирамиды началось в 1857 году. Архитектор Алексей Авдеев за проект этого священного сооружения был удостоен звания академика архитектуры. Выбрав непривычную для православия форму пирамиды, автор хотел воплотить идею вечности. Архитектуру храма очень интересная, пирамидальная, пасхальная. Да и святитель Николай, он вообще на Руси называют его очень часто пасхальным святым. очень интересно строение самого храма навершия креста. Крест весит 24 тонны. Насколько мне известно, это самый тяжелый крест, храмовой крест в мире. И недаром академик Авдеев задумывал весь этот братский военный некрополь с венчающим огромным тяжелым крестом, таким пасхальным. и недаром здесь, сюда, в Свято-Никольский храм, приходит сон великих святых угодников божих. Храм был воздвигнут в честь воинов-защитников Севастополя в время Крымской войны. Но здесь, в легендарном некрополе, нашли свое последнее пристанище и воины суворовских времен. Герои 1812 года, Персидской, Кавказской, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Они, словно после смерти, держат строй и продолжают служить Отечеству. Эти могилы воинов, они возбуждают в добром, хорошем человеке прекрасное чувство любви к Родине. Это небольшие слова, не громкие, это действительно так. Я вот за 25 лет служения здесь я не видел еще человека, который бы, пройдя по братскому кладбищу, зайдя в Свято-Никольский храм, не изменился бы внутренне. Я не встречал такого человека, читая, читая на могилах надписи, понимая, кто здесь лежит, потому что очень часто люди вырастали на этих именах, на этих до боли знакомых адмиралов, генералов, простых офицеров. Этот некрополь расположен на небольшой возвышенности и издали напоминает Голгофу. И венчает этот удивительный комплекс массивный 24-тонный крест Свято-Никольского монастыря. История его необычна. Во время Великой Отечественной войны один из снарядов попал в колокольню, крест упал рядом с храмом и раскололся на три части. В 70-е годы крест отреставрировали и он еще 30 лет венчал свод храма. В 10-м году часть креста надломилась и мы приняли решение крест, который простоял 150 лет над храмом, положить на мраморное гранитное Андреевское знамя. Явился еще один памятник на Братском кладбище. Интересная судьба этого памятника, этого креста если провести параллель жизни человеческой, получается в него стреляли. Он лежал в госпитале. Потом после госпиталя он встал опять на свой боевой пост и когда уже по старости 150 лет старые раны начали давать о себе знать, он ждал, пока Месси его заменит новый, точно такой же крест, который милостью Божию сделали россияне екатеринбургцы. Святый Никольский храм очень любил посещать Николай Второй с семьей. Он приезжал сюда, чтобы помолиться и встретиться с героями Первой обороны Севастополя. Во все времена этот храм был любим моряками. Войны всегда и моряки флота российского относились с большим трепетом к этому храму и относятся сейчас. Вы знаете, достаточно сказать, что вот на колокольне Свято-Никольского храма нету ни одного колокола. Все корабельные рынды. И это не специально получилось, а когда флот кораблей, которые были на списании уходили, моряки, самое дорогое, что память оставить, рында корабельная, они приносили в Свято-Никольский храм. Один из самых почитаемых крымских святых архиепископ Лука Война-Исенецкий. Он сочетал в себе земное и небесное. Выдающийся хирург, автор фундаментальных трудов по гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор и одновременно архиерей Русской Православной Церкви, жертва сталинских репрессий и лауреат сталинской премии первой степени. Родился будущий святитель 27 апреля 1877 года в Керчи. Еще в юности, несмотря на свою любовь и талант к изобразительному искусству, Валентин Война-Исенецкий выбрал медицину, потому что именно на этой стезе он мог помогать людям. Хотя особой страсти к медицине не испытывал, он идет на медицинский факультет. Заканчивая блистательно университет Святого Владимира в Киеве, который сейчас называется университет признанным врачом, неожиданно для всех Валентин Феликсович Война-Исенецкий принимает священный сан, а потом становится епископом. Это означало только одно скорый арест, ссылку, а возможно и расстрел. 11 лет он провел в ссылках и тюрьмах, не переставая и там лечить людей. 5 апреля 1946 года архиепископ Лука был переведен в Симферополь и до своей кончины проповедовал в Крыму. С 1946 по 1961 год Симферопольская и Крымская епархия возглавлял великий святитель и исповедник Христов Лука Война-Исенецкий. Выдающийся хирург и архипастор. Вся его жизнь и деятельность являет для нас неиссякаемый пример глубочайшего смирения любви к Богу и ближнему самозабвенного служения нашей Святой Матери Церкви и Отечества. Умер архиепископ Симферопольский Крымский 11 июня 1961 года и был похоронен на Первом Симферопольском кладбище. После его смерти все чаще церковь стала фиксировать случаи чудесного исцеления тех, кто обращался к Луке. К нему на могилу выстраивались очереди. И 22 ноября 1995 года архиепископ Лука был причислен к лику святых. А в 1996 году его мощи были перенесены в Свято-Троицкий женский монастырь. Есть, конечно, хорошая такая у нас практика. Это в музее святителя Луки хранится журнал, где каждый может оставить какой-то отзыв. Конечно, появлялось и такое пожелание как бы матушке-ягумене, но на данный момент еще до сих пор не воплотили эту мысль в дело, чтобы завести какой-то журнальчик, чтобы записать тоже те многочисленные чудеса, которые получают исцеление. Мощи Святого Луки были перенесены в один из немногих монастырей в Симферополе, которого почти не коснулся трагический период богоборчества. На месте нынешнего Свято-Троицкого монастыря в 1796 году была построена для греков небольшая деревянная церковь. Ввиду того, что греки построили этот храм, то советская власть боялась его закрыть. И ввиду того, что из этого храма не был сделан ни какой-то склад, скажем, какой-то книжный или там зерновой склад, а в советское время ни на один день храм не закрывался. В 1930 году после уничтожения Александра Невского собора статус кафедрального собора перешел к Свято-Троицкой церкви. В 2003 году митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь решил создать здесь женский монастырь. Настоятельницей стала Игуменья Евсевия. Образно говоря, из 2003 года потихоньку стали здесь по одной собираться сестры. На данный момент это 15 сестер вместе послушницы и монахини, которые несут здесь различные послушания. Столько святынь собралось в одном храме, чтобы желательно это был монастырь. Потому что если монастырь, то ежедневно будет совершаться богослужение. Тысячи людей приходят в Симферопольский Свято-Троицкий женский монастырь поклониться мощам Святого Луки и другим православным святыням. Каждый со своей бедой и болью. И великий лекарь продолжает помогать людям. Как и все святые, которые жили когда-то на Крымской земле, несли свет православия людям с радостью и смирением принимая священный путь. Вот такая она, необычная земля Крыма, древняя Таврида. Она сохранила множество православных святынь, памятников истории и культуры. Ныне здесь возрождаются монастыри и строятся новые храмы. Чтобы прикоснуться к многовековому наследию духовности и культуры, сюда приезжают паломники из разных стран мира. Тот, кто посетил благословенный полуостров, возвращается оттуда обновленным, с новым осознанием истории и самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok